Мы отправились на поиски различных находок с помощью металл-искателя на закрытую территорию. Я не могу поверить своим глазам, этой находке могут быть сотни лет. Этой находке может быть очень много лет, и она стоит больше 50... Вы смотрите канал Жизнь Вия, где новый видеоролик выходит каждый день специально для вас. Усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Добро пожаловать на Жизнь Вия, где новые видеоролики выходят каждый день. И сегодня... Сегодня мы с вами будем искать необыкновенные находки вот на этой территории. Выбрались мы сюда на самом деле с трудом, потому что это огороженная, закрытая территория. И по разным слухам здесь что только не творилось. Особенно в 90-е, в военные годы, ну какое-то в общем не счастливое место. Давайте проверим все эти легенды о том, что здесь закапывались машины, там какие-то, какие-то еще страшные вещи. Все это мы сегодня проверим, постараемся выкопать и узнаем, что интересного есть на этой закрытой территории. История на самом деле здесь очень простая. Вот на моем металлоискателе есть отображение трех разных видов металла. Эти дешевые самые, потому что это пробки и гвозди. Эти подороже, потому что это могут быть монеты. А это только монеты, ребята. В общем, все интересно и просто. И кто не смотрел наш видеоролик по металлоискателю, то вот обязательно посмотрите. Он вышел совсем недавно и там нам удалось найти кое-что очень жуткое и опасное. Проверим, повезет ли нам сегодня так же или нет. Потому что сегодня я планирую, ну, сегодня здесь реально было много различных баек про то, что тут и из девяностых, там, знаете, по оружию, дробовики всякие хоронили, прятали, не знаю. Будем искать, будем исследовать. Вот, и могло пройти очень много времени, могло пройти. Пока сигналов вообще нет, ребята. Прям по нулям, я сказал. Прям я немножко... Вот это лопата реагирует. Случайно, рядом. Надо просто подальше от лопаты отбить. Кребят, ну, что-то вообще по нулям. Прям совсем. Тихо. Тут парочка сигналов есть. Здесь бил я-то, нет? Нет. А вот здесь. Вот, вот, а кустики, что ли? Вот это здесь. Вот это здесь. Так, хорошо, это здорово, это не может не радовать. Для более точечного поиска у меня с собой есть пинпоинтер. Ну, подписчики почему-то по привычке называют его морковкой. Ну, раз морковка, то морковка. Идея пинпоинтера заключается лишь только в том, чтобы уточнить направление, в котором нужно копать. Ну, короче, понятное дело, что чем глубже, тем он лучше реагирует. Где-то здесь. Ставлю отметку. И начинаем металлокоп. Вообще, я слышал то, что металлоискатели, если прям уходят на неделю покопать различный металл, то находят прям тонны разного железа. И с помощью этого железа обогащают. Ну, металл же можно сдать по разным ценам. Нужно быть аккуратным. Искать всякие эти штуковины бывают. Блин, а вдруг там было что-то ценное, а я так поэтому пинаю. Так. Вдруг это сундук с сокровищами. Первая находка это сундук с сокровищами, да? Подожди. Что это такое? Так, однозначно у нас на это реагировал металлоискатель. Даже проверять нет смысла. Он ржавый, металлический. Это ничто иное, как старинный прицел. Вот, на автоматы самолетные или большие пулеметы ставились такие прицелы. Видите, да? И получается, вот таким вот образом можно было наводиться на мишень. Вот так вот. Первая находка. Но она тяжелая, весистая, прикольная. Напишите в вашей версии в комментариях, что это может быть по-вашему. Самые яркие и прикольные я отмечу сердечком в комментариях. Но мы недолго ее искали. Буквально за 20 минут нашли находку. Это хорошо. Давайте продолжать в том же духе. Ребят, я только что обнаружил на этом месте очень страшную и очень странную вещь. Посмотрите вот сюда внимательно. Я только что здесь копался 40 минут и кое-что здесь обнаружил. Но что именно, я покажу вам ближе к концу этого видеоролика. Ну, чтобы вы понимали, посмотрите, как странно себя ведет металлоискатель. Он обнаружает повсюду очень много, очень много сигналов. Это странно. Но сейчас пойдемте дальше. Черт, а? Его заклинило. Может, у забора поищем? Хотя там может быть много всяких металлических осколков. Так, что это, наверное, ерунда. Так, в амбхах, может быть, находки бывают? Напишите ваше... Нет, давайте пройдите опрос, ребята. Где, по-вашему, больше всего теряют находки? В амбхах, в листьях, около деревьев или просто в земле? Будет интересно, как вы думаете. А или напишите свой вариант в комментариях. Так, ну что ж такое-то? Оператор, как... Опа. Подожди, смотри. Ты видел этот сигнал? Это что-то ценное. То есть это могут быть... Это может быть золото или монеты какие-то. Драгметаллы. Не-не-не, мне нужен другой сигнал. Вот этот сигнал должен быть. Ты видел? Вот этот вот сигнал, он должен был где-то здесь быть. Он очень редкий. Но если это он, то это означает, что это монета. Или что-то поинтереснее. Нет, это не то. А мне кажется, по деревьями больше всего. Знаешь почему? Почему? Типа сундук туда закопал, потом посадил дерево. Как находка, да. Дерево посадил туда, чтобы не забыть потом. А, тоже верно. Слушай, ну сейчас не смешно это на самом деле. Потому что я реально видел сигнал с монетой. Что-то такое, да? Где-то здесь вообще, я говорю. По инвентарам повисся. А как где-то? Я не тоже слышал. Я мало того, что слышал, я еще и видел. Там была монета, но я не хочу ее терять, блин. Подожди, вот, вот где-то здесь, вот где-то здесь, вот здесь же где-то сработало. Да что ж? Да-да-да-да, точно здесь. Так-так-так. Хорошо. Включаем пинпоинтер. Где-то же есть. Ой, есть, 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 есть. Такой, такой этот точечный сигнал был. Какая-то стопудовая монета. Не знаю, наверное, грубо так вырывать траву, но ничего страшного, наверное. Вот, смотри, на дури, ты был прав. Здесь тут дерево посудил. И там сейчас сокровища, хочешь сказать? Хотя... Есть. Есть. Что-то мы обнаружили. Что-то мы обнаружили. Знаешь, что мне нужно? Мне нужен, помимо оператора, еще ассистент, который будет таскать мне лопаты, металлоискатели и все остальное. Блин, вы бы не повредить сейчас все это дело, а? Корни. Корни, корни, корни. Так, аккуратно. Наст, так называемый. Снимаем. И исследуем. Так, металлоискатель, тихо. И сходи с ума. Здесь. Вот оно, да-да-да. Тихо-тихо-тихо-тихо. Это что такое? Тише-тише. Да. Фу-а-а. Ты смотри-ка. Да ну. Вот это круть. Вот это да. Е-мое. Это что, какой-то зуб получается или кость? Нет, это точно зуб. Но чей? А знаешь, почему был звук драгоценного металла, а? Почему? Да потому что вот это серебро. Посмотри, оно не заржавело. Ну, как бы есть небольшие накипи серебристые, или как это называется, грязь, царапины. Но оно не заржавело, это говорит о том, что это драгоценный металл. Ох ты ж, ё-моё. Ну и логично, судя по форме, это какое-то украшение. Вот видите, да, вот сюда получается подвеска вешается, цепочка или ещё что-нибудь. И это висит. Так, это у нас зуб. Но чей это зуб? Ты посмотри, как он жутко выглядит. То есть это явно не человеческий зуб, а? А-а-а. Не? А-а-а. Не? Какой-то жуткий зуб. Я боюсь предположить, что это зуб оборотня. Да нет, наверное, это всё-таки какой-то рыбий зуб. Рыбий? Мне кажется, рыбий. Смотри. Ну, я не знаю, почему нет-то? Вдруг волчий. Нет, волчий. Убил волка. Сделал себе память такую и ходил. Это, по-любому, клык. Я, конечно, вообще не ортодонт. Вообще, нисколько не ортодонт. Но это, судя по всему, клык. Чтобы впиваться, да? Врезаться. Да и тем более, какой смысл не клык вешать на себя, да? Вот. Но может, щука такая была огромная, а? Не знаю. Напишите, в общем, вашу версию в комментариях. Самые оригинальные, самые крутые. Я отмечу сердечко в комментариях, а кому-то даже отвечу лично. Нет, ну это здорово. Это реально прикольно и интересно. Классная находка. Вот этого я здесь не ожидал увидеть никак. Но, с другой стороны, это может быть чей-то схрон, чье-то сокровище. Или, может, кто-то просто обронил, потерял. Хотя, если верить тебе, вот тут недавно дерево посадили. Ну, может, у нас само, конечно, от этого отпало. Это нормально. Тут много таких деревьев. Че под каждым теперь искать? Ладно, двигаемся дальше. Сейчас я вам расскажу одну интересную вещицу. Жуткую вещицу, я бы сказал. Знаете ли вы, дорогие подписчики, что такое бандитская насыпь? Не очень приятный термин, тоже родом из 90-х, но не всегда он был чем-то неприятным. В общем, когда бандиты хотели что-то схоронить или что-то спрятать, то они делали насыпь, чтобы потом в этом месте пойти и раскопать. Вот примерно так она и выглядела, эта бандитская насыпь. Ну, я, конечно, шучу немножко, бандитские насыпи намного меньше, но я думаю, здесь пройтись металлоискателем тоже можно, почему бы и нет. Вдруг это бандитская насыпь? Вот видишь сигнал, интересный сигнал. Так, что я хотел сказать еще? Мы же сами живем, ну, мы, в смысле, мы с моей командой, слушай, много сигналов? Очень много. Вон наш, аж шклинит. Что такое, ребята? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Очень много сигналов. Либо что-то большое, либо много находок. Давай, включим таргет. Огромная находка. Гигантская просто. Гигантская находка. Так, здесь вот наканчивается. Смотри, вот видишь, режим таргет, это режим, который обозначает нам поле действия, скажем так, величину находки. Посмотри, видал? Здесь ее нет. Вот тут она начинается. Здесь она меньше, меньше, больше. Вот здесь у нее эпицентр. Она какая большая, короче, огромная находка. Вот здесь вот она лежит где-то. Так вот, мы же живем в Перми, а в истории палеонтологии и, в принципе, формирования нашей земли есть так называемый Пермский период. Почитайте на Википедии, это реально так, есть Пермский период. И почему так названо? Потому что именно в Перми больше всего различных динозавров осталось, мамонтов и так далее. У нас серьезно, есть музей на всю эту тему, и это реально правда так. Так что, если вы хотите, мы можем отправиться на те места, где предположительно все еще сохранились останки динозавров. Если вы за поиски окаменелости и за поиски динозавров, так и пишите. Отправляйся на поиски динозавров, отправляйся на поиски окаменелостей. Если комментариев таких будет в многом, то мы так и сделаем. А сейчас я возвращаюсь к нашему, этому самому. Ну там гигантская находка, про что я говорю. Ну, короче, когда тебе надо здесь выкапывать. Ай, лопата, не, не лопата. Ребен, большая находка, слушай, какая-то. Ну, копни, не ошибешься, знаешь. Ну да, вообще, это, без варианта, по-любому. По-любому что-нибудь да выкапаем. Ой. Опа. Реально большая, слушай. Ух ты ж. Это что такое? Еще прицел. Да сам ты прицел. Ё-моё. Как-то похоже на прицел. Да не. Это сцепление. Деталь сцепления. Мы же теперь с подписчиками шарим в автомобильной тематике. Это сцепление. Слушай, а вдруг, если... Ну, здесь явно давно валяется эта сцепка. Фу, оно все в ржавчине. Сразу видно от русского автомобиля сцепление. Так вот, а что если в этой насыпи, в этой бандитской насыпи лежит целая тачка? Слика она большая. А? Давай дальше здесь покопаем чуть-то. Идем в насыпи, может, мышь саму тачку выкопаем. Ну, хотя вряд ли целую тачку так не закопать, наверное. Да и надо проверить. Больше сигналов-то нет. Там же было много сигналов. Вон она. Смотри. Показалось. Да стыдня какая-то. Железячка. Грамм 300-400 железа. Ржавого, старого железа. Хотя раньше оно могло быть окрашено. Может быть, это деталь какой-то рамы. Постоянно попадается какая-то ерунда такая. Унесем, конечно, когда будем покидать эту местность. Знаете, о чем вот я реально мечтаю? Мечтаю я найти вот сундук с сокровищами, друзья. Есть у меня такая мечта. Мы, конечно, находили сундук уже однажды. Но это было не совсем то. Мы находили его по карте. А мне вот хотелось бы найти закопанный сундук. Вы знаете, чтобы у меня были координаты, что там закопан был сундук. Если вы тоже об этом мечтали, то ставьте лайк под этим видеороликом. Посмотрим, сколько нас мечтателей, кладоискателей. Ну и пишите в комментариях. Может быть, мне когда-нибудь с этим реально свезет. Копались мы тут недолго. Мы не стали это показывать, потому что мы четвертый квадратик. Железный квадратик. И все. Больше здесь ничего. Вот сколько сигнала. Выбрать бы какой-нибудь. Вот этот пищащий, слышишь, да? Пищащий это драгоценность. У нас уже было такое чуть ранее. Где пищит, не надо мне такой, мне нужен пищащий. Вот. Где-то здесь пищит. Включаю таргет. Очень маленький сигнал. Смотришь, оп, пропал. Оп, пропал. Оп, пропал. Пропал. Вот где-то, короче, здесь. Буквально миллиметр. Это знаешь, что значит? Это либо монета, либо какой-то драгоценный металл. Понял? Так, где-то на конце палки реагировал. А, собственно, где-то и здесь он лежит. О, как-то пересчет то прям, прям орет, смотри, а. Жесть какая. Не знаю, означает ли это то, что находка очень ценная. Так, аккуратненько сейчас мы это дело скопнем здесь. За собой мы, конечно же, наши ямки закопаем, и поэтому рядышком стараемся копать, чтобы потом все легко отыскать. Так, ну здесь я пока ничего не вижу. Мне нужен снова мой, моя морковка, раз подписчикам так больше нравится. Так. Нет. Это все еще здесь где-то? Да. Смотри, как кричит-то прям верещит. Так, давай это высунем и разворошим гнездо. Гнездо. Улиток, если только. Вот реально улиточки ползают. Но мы их беспокоить не будем, пусть за своей дорогой. Так, что, я не выкопал, что ли? Не то выкопал. Где-то здесь все равно верещит-то. Давай копать, тогда мы здесь будем. Так. Нет, слушай, пропал сигнал. Что, серьезно, что ли? Ё-моё. Медный провод. Медь это, конечно, хорошо, но в таких количествах это очень мало. Так. Серьезно, это вот из-за этого мы так верещали, что ли, а? Что-то они так слабо в это верятся, потому что, блин, он так орал, так верещал. или может быть это вообще не медь. Там же было два сигнала, да, один железный, другой медный, в смысле, драгоценный металл. Это жди-ка, Так, где ты? Надо проверять снова нашим металлоискателем, потому что там было два сигнала. Здесь ничего нет. Здесь что-то штука реагировала. Да, вот этот, это, это, бип, и пип, где-то. Подожди, нет, это не тот сигнал. Так, вот, вот он, вот он, этот пип, вот этот пип, это что-то дорогоценное. Вот здесь, где-то в этой части, где-то здесь. Где-то здесь, где-то здесь. Что-то. Так вот всегда, понимаешь, выкопал что-то, а уже, может быть, и потерял это, пока копал. Подожди, ё-моё. Ты смотри. Это ж золото. Это золото. Ё-моё. Ты покажи. Здесь, это какая-то, тут написано что-то. Джеру, Джеру. Я не понимаю, что здесь написано, пусть подписчики напишут, прочитают. Но не важно, я вижу, что написано под этим словом. Ты видишь это? Что? Это 18к, или 19к. Это означает, что караты, караты. Это золото. А здесь, это должна быть проба. Вон, там 18к, или, ну, короче, сколько-то к. Это карат, или 19к. Вот, а здесь у нас проба. Нет, вот, вот тоже можно увидеть на этой штуке в 18к. 18к. Это явно золото. Слушай, прикинь, сколько это может стоить? Офигеть! Вот это поэтому так и верещал, потому что на дорогоценные металлы, типа золото, серебра и меди, идет одна реакция. А здесь, судя по всему, все три золотых металла. Вот, то есть, все три вида дорогоценных металла. То есть, вот это желтое, это, походу, серебро, оранжевое, это, походу, медь, оранжевый крест, и сверху серебряный крест. Ну, реально же, слушай, это очень дорого может стоить, ребят. Кроме шуток, это, если это все чистое золото, что-то, что-то сзади написано, может, это чье-то имя, или что здесь может быть написано? Следующий, блин, это тысяч 30 может стоить, спокойно, я тебе говорю. Может, больше. Это очень редкое такое украшение, оно старинное, и это, ребята, это реально очень крутая находка, я бы даже сказал, что это моя лучшая находка из тех, что я находил с помощью металлоискателя. Это просто вау, это просто круто, я не представляю, как оно сюда попало, и я реально, я был готов уйти, когда увидел вот этот кусок провода, потому что, ну, типа, а, ну, вот она, драгоценный металл, но я его проверил металлоискателем, и он выдавал сигнал железа. Я даже хочу его сейчас вскрыть, чтобы убедиться, что это железячка, но и так, и так, нам металлоискатель уже сказал, что это железячка, а это, а это был драгоценный, звук на драгоценный металл, и вот эта награда, а, ребята, вот она, блин, 30 тысяч рублей, здесь грамм, я не знаю, грамма 4 точно есть, а может больше, ну-ка, оператор, посмотри, какая она тяжелая, а, проверь-ка, видал, пара, пара, тройка грамм-то точно есть, но, знаешь, сколько стоит 1 грамм золота? Да, тысяч пять, не больше, а то сейчас еще доллар вырос, может быть, еще дороже, а, это только как золото, если говорить, а само украшение, такое красивое, крутое, 18 каратов, это просто вау, это просто круто, отличное место, я тебе так скажу, что у нас сегодня два украшения и железяхи различные, да, есть, это круто, это реально здорово, блин, ребят, спасибо вам за просмотр, я дико рад, но на самом деле, конечно, мы провели здесь намного больше времени, но все это ради вас, потому что я понимаю, что сейчас делать особо нечего, поэтому мы выпускаем для вас самый эксклюзивный, самый интересный контент каждый день. Вот, я тут находку нашел, пока. Чего? Оператор нашел находку? Реально что-то сифонит, что-то звонит. Так, ну-ка, где еще, где точнее? Что, в деревяшке что-ли было? Может, повыше где-то, нет? Что, потерялось? Почему? Здесь, да? Вот, звук был. Как так-то, оператор? оператор, оператор впервые в жизни нашел находку, ну-ка, убери пока-нибудь, товарищ. Нет, тут что-то огромное, я бы сказал даже. Что делать? Нет, бьет просто, может, батарейки садятся, плохо работает уже. Так, подожди, выключи его пока. Это лопата. Нет, подожди. земля здесь промерзшая, как будто бы недавно что-то закапывали. Ну, как недавно, зимой. То есть, это, видишь, куски льда. То есть, это зимой закопали, и, видимо, смотри, тут что такое? А, это ли все лед? Я думал, вот это, вот это, либо лед, либо кури, дерево. Да нет, лед, как кури. Смотришь, как промерзшая земля. Немножко не в том направлении пошли. Так. Ну, очень тяжело идет в этом месте, потому что, видимо, это скапывало кустечко. Так, окей. Так, я его выкопал, наконец-таки, это в кусок. Или нет? Да что ты будешь делать-то? Он все еще здесь. Короче, ребята, я никак не могу это прокомментировать. Я же говорил вам в течение всего видеоролика, что это место странное. Даже о каких-то аномальных легендах здесь ходили речь. Ну, вы только посмотрите, я тут уже копаюсь минут 30. Я перекопал все туда-сюда, вернул. И что, во-первых, здесь странно, только в этом месте, обратите вот сюда, внимание, крупненько, покажи, оператор. Вот только в этом месте есть вот такие наледи под землей. Вы видели то, что другие места у нас копались очень легко. Здесь земля просто твердющая. И смотрите, вот пинпоинтер активирую, и он реагирует очень много где просто на землю. Вот только что он реагировал, вот здесь вот, на этом кусочке земли, вот только что, вот, вот верно этот реагирует. Вот видите, здесь стопутово какая-то аномаль, потому что по факту в этих кусках земли нет ничего. Я их сижу, перебираю, вырошу постоянно. Но, по факту, в этом куске нет никакого железа. Ну, или возможно, эта почва богата железом, и поэтому происходят такие сбои, аномалии. Вот смотрите, видите, вот прям, вот такой звук, это прям означает, что прям вот здесь вот у нас должна быть металлическая находка. Но по факту здесь просто кусок земли. Смотрите, ребят, здесь нет ничего, кроме в земли, льда и каких-то орешков. Так, так что, ребята, это какая-то аномаль. Вот где тут может быть что-то вообще? Смотрите, здесь ничего нету. Опять же, видите, это аномаль. Она срабатывает точно. Видите, здесь этого не работает. Видите, это аномаль. Наш, нас пинпоинтер еще никогда не подводил. Вот вы видели же, вот опять работает. Что ж ты будешь делать? Это какая-то, реально, мне даже жутко, если честно, до того становится, ребят. Потому что, ну, сам состав земли очень странный. Пожалуйста, напишите в комментариях, что это может значить. Смотрите, я нашел личинку чужого. Ну, в смысле, чужого этого. Может, это она железо нажралась. Ладно. Вообще, это опара что-либо называется. Если я не прав, то поправьте в комментариях. Все, опять не бьет. Не понимаю. Ладно, давай оставим это место уже, потому что это реально жутко, реально страшно. Вот вы не поверите, я вот перед, до этого нашел кучу находок, абсолютно легко, абсолютно в стандартном режиме, как мы это обычно ищем. А здесь я прокопался минут сорок, какие-то куски земли реагируют, какие-то не реагируют. И так или иначе, это просто куски земли. Аномаль. А чем занимаетесь вы во время карантина? Напишите об этом в комментариях. В любом случае, мы с вами увидимся снова с новым видеороликом завтра. С вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok